Сегодняшний референдум в юношу четвертую в истории существования Беларуси Александр Рыгорович. А какие из четырех, в этом леку уличивающих сегодняшний, вы лечите особо значительно для нашей страны? Я лечу, что все четыре были вельми значными. Искренне, честно вам об этом говорю. Посмотрите, вот возьмем референдум, где мы определялись по языковой проблеме. Это же одна из причин того, что происходит сегодня в Украине. Ну зачем было? Зачем было многонациональной Украине запрещать людям в этот период разговаривать на том языке, на котором они хотят? Ну может ты разговариваешь на соковитой белорусской мове? Калиласка. А Наташа Бреус, прекрасно зная белорусскую мову, задает мне на русском языке вопрос. Ну и что? Русский язык, там душа белорусского народа. Это не российский язык, это русский язык, к которому мы имеем непосредственно отношение. А знание белорусского языка делает нас народом особенным, отличным от россиян. Вот ты симпатичная девушка, наверное, белорусская. Да. Ну тут же есть и русские люди. Чем вы отличаетесь, я уже говорю, чем, ничем друг от друга? Ну разговаривайте на языке, том, которым вы хотите. Представьте, зачем было ломать через колено людей, зная, что восток Украины, Киев, да и на западе. Я же знаю, что такое запад. Я служил там и знаю. Все разговаривали в основном в быту на русском языке. Зачем было ломать через колено? А представьте, вот людей, а их подавляющее большинство, которые используют в общении, в быту и так далее, в Беларуси, русский язык. Ну-ка, давайте я вас ломану сейчас на колено, как они, заставлю вас разговаривать на чисто белорусской мове. А если не умеете разговаривать на белорусской мове, значит, образование не получите, в детский сад детей не возьмем, в школу не пойдете, будете людьми второго сорта. Как вы это воспримите? Ужасно воспримите. Поэтому был вынесен в свое время вопрос на референдум. После националистического угара, который у нас произошел с распадом Советского Союза. Помните, образование сломали, начали искусственно насаждать язык и так далее. И что, белорусы заговорили на белорусской мове? Нет. Поэтому не надо давить людей. Люди сами определятся, на каком языке им разговаривать. Но белорусский язык надо знать. Потому что это нас отличает от других, в том числе. Есть еще особенности небольшие. Но это нас отличает. Это что, в Украине не могли понять? Зачем там поднимать пласты, если там невыгодно для тебя? Бандеровцы, Шукевичи там и прочее. Зачем ты это ворошишь? Зачем ты меня заставляешь вспоминать про хаты? Ну, учитывая, что мы один народ, мерзавцы были, есть и будут, ну, сожгли хатынь, деревни, мы это не забудем. Ну, мы же вам претензии не предъявляли. Ты зачем это делаешь? Поэтому основные вопросы, которые волновали людей, будто язык, символика, смертная казнь и прочее, это вы решали. Поэтому для меня те референдумы были важны. И этот важен. Почему? Я уже вам сказал. Надо принимать это решение. Потихонечку, в спокойном режиме, отстроим после принятия Конституции, работы будет не меньше, мы отстроим политическую и социально-экономическую систему нашего государства. Но то, что у нас появится народная вечерка, которая в любой момент способна остановить главу государства и любой орган власти, это неплохо. Но при этом я всегда говорю, что нам, белорусам, надо научиться жить по закону. Это связано и со мной. Почему? Закон, завтрашнего дня, если он со мной будет принят, уже будет стабилизировать президента. Президент уже как минимум должен будет оглядываться по сторонам. Потому что некоторые полномочия его переданы в НС и парламенту, правительству. Что в этом плохого? Но здесь сделаны только аккуратные маленькие шажочки. Но принимая законы, законными и подзаконными актами, Конституция не сдерживает эти подзаконные акты и законы, чтобы давать больше полномочия органам власти. Но делать это надо аккуратно. Мы сделали маленькие шажки, исходя уже из нашего опыта. И будем к этому идти. И может быть, если нас не будут переворачивать туда-сюда, мы к большей демократии придем. Поэтому будем идти шаг за шагом, степ-бастеп, тихонечко, тихонечко, чтобы не провалиться под этот тонкий лед. Не знаю, Мария, убедил я тебя в этом или нет, что все референдумы для меня важны. Но поскольку я их инициировал, это мои дети, а дети для родителей все одинаковые. Спасибо. Спасибо. Спасибо.